Историко-культурный анализ текста Вот еще хотел несколько слов сказать о важности анализа языка текста, образный язык или литературные жанры. Вы знаете, что в Библии очень часто используются символы разные, антропоморфизмы, так называемые антропатизмы, и надо изучать Библию таким образом, то есть учитывать эти жанры. Вообще восточные языки, они вообще отличаются такой яркостью, сочностью. Вот скажем, интересное сравнение, если, допустим, наш человек западный может сказать другому человеку, ты глупый человек, то восточный человек скажет, ум твой жидок, как молоко, с которого собраны сливки. Это звучит намного красивее. Или наш человек скажет, ты обманываешь, то на востоке человек скажет, в твоих словах две капли правды и поток мутной лжи. Или наш проповедник скажет, я закончил проповедь, то на востоке проповедник сказал бы, кувшин моих мыслей показывает дно. Вот, в следующий раз, когда вы будете проповедовать, можете сказать, кувшин моих мыслей показывает дно, аминь. И Библия написана в контексте ближневосточном, знаете, там такой, она отличается образностью большой. В Библии очень много таких разного рода изобразительных средств, скажем, средств, основанных на сравнении. Вот, или метафор, таких как, Господь пастырь мой, Господь Бог из солнца и щит, или я лоза, а вы ветви. И надо, это же не буквальная лоза, не буквальные ветви, но что за этим стоит, мы должны узнавать. Даже сие есть тело мое, вот, как ее понимать, какая это метафора. Вот, в Библии очень много таких, других средств изобразительных, таких как, например, гиппокатастасис называется, сравнение между понятиями. Например, когда нам надо выявить, например, Давид говорит, псы окружили меня. Что имеется в виду? Собаки, бродящие вокруг Давида? Нет. А кто? Враги. 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 Или выходит лев из своей чащи. Надо понимать, что речь идет о льве или о царе Вавилонском в данном случае. Или кто такие тучные васанские. Или блажен человек, который наполнил имя колчан свой. Что это значит? Потом, персонификация, когда миру природы приписываются свойства человека, например, сетует земля. Или горы и холмы будут прясать. Или когда о Боге говорится в терминах человека или животного. Например, сошел Господь, чтобы посмотреть. Господь говорит, сойдем, чтобы посмотреть. Разве Господу нужно сходить, чтобы смотреть? Но это в человеческих терминах, чтобы нам было понятно. Или Давид молится, восстань, что спишь, Господи? Но Господь же не спит. Но Давид просто выражает свои мысли, что Господь, он молится и не видит ответа, не слышит, что Господь говорит. И надо видеть это. Или когда о Боге говорится, будто у Бога есть уши или крылья, или там зооморфизмы так называемые, когда написано, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. А как он еще воевывалит, вспомнил, а Бог проработал свою... Да-да-да, или вспомнил часто, тоже еврейское такое понятие. Вспомнил не значит забыл, вспомнил в еврейском значит начал действовать в соответствии с своим заветом. Это не противопоставление слову забыл, как у нас. Вот Бог не забывает. Или когда написано забуду грехи твои, это не значит, что они сотрутся из памяти. Это говорит о Божьем действии. Пословицы в Библии часто встречаются, поговорки, загадки или сравнения, притчи. Где труп, там и орло. Да, да, тоже вот можно много говорить. Или аллегории, басни даже встречаются. Притчи это очень важны в Новом Завете. Притчи это такая, это развернутая метафора. И притчи надо толковать как притчи. Вот часто мы не думаем об этом. Например, мы берем притчу о десяти девах и начинаем толковать, что такое масло, пять, пять. Что такое крик, что такое в ночи, и так далее, и так далее. А как Христос толкует эту притчу? Вот если мы прочитаем до конца, там написано, потому и вы будьте готовы. Вот в чем суть притчи. Будьте готовы. Эти детали не имеют значения к главному. Это второстепенные детали для полноты картины. Но суть в том, будьте готовы. Или мы берем притчу о малосердном самарянии. Вот некоторые толкователи описывают, кто такой священник, кто такой самарянин, левит, кто такой осел. Он символизирует плоть Христа, как говорил Ореген. Что такое два динария, обещание Духа Святого пришествия, как толковали некоторые отцы. Что такое гостиница, что такое елей и так далее. Но не в этом суть. Христос не это хотел сказать. Что хотел сказать Христос этой притчей? Иди, и ты делай тоже. Кто ближний? Ближний тот, кто может помочь. Или ближний тот, кому ты можешь помочь в данное время. И надо понимать, что это притча. И в притче не важны эти детали. Детали имеют второстепенное значение. Важна сама суть идеи. И надо ее улавливать. Правильно толковать притчи. В Библии много других фигур речи, основанных на замещении, как метонимия. Мы тоже используем в нашей речи такие выражения. Например, мы говорим, я три тарелки съел. Это не значит, что я поедаю посуду. И в Библии используют такие вещи. Начав от Моисея. У них есть Моисеи и пророки. Что такое? Моисей там. У них есть закон Моисея. У них есть писание пророков. И выходили к нему вся страна иудейская. Надо понимать и толковать это ответственно. Гиперболы бывают часто. Или когда целый выражает часть. Или часть целой. Например, священники говорят, весь мир идет за ним. Это не значит, что весь мир. Но это значит, что много людей. Не успеваем. Настолько много пошло за ним. Ноги их быстро на пролитии крови. Это означает, что вообще весь человек настроен на пролитии. Не только ноги его. Но весь человек настроен на это. И много таких выражений, когда что-то под чем-то маленьким подразумевается, что-то более значительное, важное или большое. Или когда маленькие понятия обозначают все. Когда мы говорим, ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю. Что это значит? Что Господь знает все. От того момента, как я встал и пошел. И когда я пришел и сел, Господь все знает. Или Господь будет охранять вхождение твое и выхождение твое. Что это значит? Господь будет охранять тебя, когда ты вне дома. И когда ты вернулся домой, Господь тоже будет охранять тебя. Или такие выражения в Библии есть, как эфемизм. Юфемизм или эфемизм, это означает буквально благо говорить, смягчение, вот такие красивые, например, в отношении половых отношений часто такое используется, например, познать, и познал, там, Адам жену свою, или в Новом Завете слово касаться, то хорошо человеку не касаться женщины, здесь не имеется в виду просто вот прикоснуться там, поприветствовать сестру, но имеется в виду больше вообще жить с ней, вот, кстати, мы в своей тоже речи часто это используем, такие выражения, такие, ну, смягчающие, например, говорят о человеке, он гулял с ней, вот, это, или он гуляет, это не означает, что он просто играется с детьми на площадке где-то, в песочнице, вот, это означает, что он прелюбодействует часто, а говорится мягко, вот в Библии есть такие выражения, которые смягчают, в Библии очень много символов, например, рог, символ, или какие-то цифры, например, число семь, иногда даже, честно говоря, трудно понять, где на самом деле семь, а где совершенство, двенадцать число, там, двенадцать престолов, или двадцать четыре старца, и так далее, двенадцать, четыре, сорок, и многое другое, и действительно, не всегда мы можем даже понять, вот, в Библии используется много таких образов поэзии, очень интересных, параллелизм, когда мы читаем, там, блаженный муж, который не ходит на свет, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании разводителей, это и одно и то же одновременно, но в то же время и усиление мысли, наверное, идет с каждой пунктом, и иногда нам надо понять, или все-таки означает одно и то же, или усиление идет, и в некоторых псалмах сложновато, и даже ученые, богословы спорят о том, или эти образы и слова усиливают предыдущую мысль, или они просто повторяют ее другими словами, вот, и нам надо изучать, заниматься, чтобы понять это лучше, Есть такое интересное средство, используется в Библии, как окрастих, но это можно понять только в еврейском, например, каждая последующая строка начинается со следующей буквы еврейского алфавита, вы слышали об этом, Псалом 118, 22 согласных в еврейском алфавите, и 8 стихов, каждый из следующих 8 стихов начинается с очередной буквы еврейского алфавита, Например, первая буква алфавита еврейская Алиф, и 8 стихов начинается с буквы Алиф, вторая Бет, 8 Бет, Гемел, Далет и так далее. Это очень интересно в еврейском, когда смотришь на текст, даже если не понимаешь, видна одна и та же буква в начале стоит, потом другая буква в начале, третья и так далее. Гиперболы, например, отцеживающие комара, а блюдо поглощающие и так далее. Ирония, много-много других образов встречаются в Библии, которые требуют внимания и истолкования. Кроме того, изучение этих текстов, изучение этих образов требует работы. Надо словарик какой-то взять, надо справочник просмотреть, чтобы истолковать правильно, что такое я есть дверь овцам, или вы соль земли. Может быть, вы уже проповедовали об этом, но чтобы объяснить, что значит соль, и что Иисус Христос сказал, или вы свят мира, что он хотел сказать через эти моменты. Или жанры в Библии очень важны, апокалиптика, апокалиптический жанр. Как толковать откровение? Нельзя толковать все буквально, это образно. Когда написано, что жена, сидящая на семи холмах, кто-то толковал и говорил, или холмики слишком маленькие, и жена, или жена слишком большая. Что такое жена, сидящая на семи холмах? О городе это идет речь, или о женщине? Городе. А откровение все наполнено образами. И когда мы начинаем буквально толковать откровение, мы часто попадаем в искушение. В откровение это образ, это картина, а мы берем эту деталь и пытаемся ее истолковать, это картина. Откровение показывает, что Бог победит в конце концов, что зло будет наказано. И оно показывает, что Бог руководит историей, и в конце концов Бог побеждает. И мы часто зацикливаемся на деталях и не видим картины общей, не видим главного, что Бог хочет сказать нам через откровение. Или взять тот же жанр, как пророчество. Это тоже своего рода жанр. Вот надо понимать пророчество, вот о чем они говорят. Иногда бывает пророчество, даже такое, которое говорит о чем-то немедленно исполнившемся, и о чем-то в будущем. Например, Моисей говорит, пророка воздвигнет Бог. Он имеет в виду, возможно, Иоанна, Иисуса Новина, который будет вслед за Моисеем. Мы понимаем, что речь идет еще о великом пророке с большой буквы, Христе, который придет. И вот надо понимать эти пророчества, что они значат. Послание, это тоже жанр. Письмо, это жанр. Люди писали друг другу письма. И надо подходить к ним как к письмам, а не как к богословскому трактату. Хотя, может быть, послание к римлянам говорят, что это скорее богословский трактат. Но в последнее время даже о послании к римлянам, вот многие богословы говорят, скорее всего, это письмо. Это больше не то, что как, не просто как трактат, апостол Павлович, я напишу трактат об оправдании верой. Он писал письмо. И надо понимать это как письмо. И толковать, и думать об этом. И тогда у нас будет другой подход, другое понимание этого текста. История. Вот если мы возьмем историю. Допустим, историю тоже надо знать, как толковать. История это не то, что должно быть. История это то, что было. Когда мы читаем деяния, деяние не описывает то, что должна делать церковь. Деяние описывает то, что делала первая церковь. Иногда это хорошо. А иногда что-то было и плохим. Даже в поведении апостола. Этого мы должны избегать. Этого мы должны следовать. Но деяние это не запись того, что должно происходить. Это запись того, что происходило в то время. А потом мы изучаем уже какие-то дидактические, поучительные отрывки, и мы применяем деяния, мы смотрим, что подтверждает, что полезно. Также мы берем ветхозаветные истории. Ветхозаветные истории не прямо учат, но косвенно. Они как бы иллюстрируют истину. И мы к ним подходим как к истории. Это история. То есть, так если подумать об этом хорошенько, то работа проповедника покажется, братья, не такой уж и простой. Это не просто пришел, открыл, сказал, а верно ли мы преподаем слово истины? Верно ли мы преподаем? Правильно ли мы говорим то, что Бог хочет от нас? Надо изучать. Не все становитесь учителями, а вы понесете большее осуждение. Поэтому надо изучать. Не обязательно то, что мы говорили, разные жанры. Просто вопросы задавать тексту. Разные вопросы задаем тексту. Кто является субъектом действия, почему герои поступают так, как Господь отца, какая истина открывает характер Бога, что надо исполнить, что избегать, к чему стремиться, какие принципы и так далее. Задаем вопросы разные. Вопросы, вопросы, вопросы. Так называемые друзья текста. Есть какое-то сетворение, кажется, Радья Киплин написала вот этих, не помню точно, как оно звучит, что есть у меня там друзья. Помните, друзья, которые помогают мне жить, с которыми можно жить. Друзья. Мы читаем текст. Кто? О ком это говорится? Что он делает? Где? Когда? Как? А почему это происходит? И изучение текста может очень много нам дать. Когда начинаешь изучать текст, удивляешься, насколько большое благословение получаешь. Иногда достаточно позаниматься с текстами, уже готовая проповедь. Немножко посидеть, потратить время, и потом мы получаем большое благословение. Когда поставили эти вопросы перед текстом, когда прочитали, когда увидели, где мысль начинается, где заканчивается, как мысль сменяет друг друга, как меняется повествование во времени, как меняется повествование в географическом плане, как от одного героя переходит роль к другому, и так далее. В исторических, например, повествованиях. Как она начинается и заканчивается. Например, в книге Бытие, скажем, отрывки. Вот родословие того. Идет отрывок. Вот родословие того. И так раз в 10 повторяется. Вот родословие того. И мы читаем как бы историю за историей. Какие-то отрывки есть определенные. И потом, когда мы занимаемся, у нас готовые... Ну, это я немножко о притчах, думаю, мы не будем сейчас говорить. Вот, допустим, вот мне понравился один преподаватель у нас как-то преподавал исход, книгу исход. Мне очень понравился, как он представил вот Моисея, борьба Моисея с Богом. Это исход 3-4 глава. Вот немножко позанимался с текстом, и получилась целая проповедь на тему, там, борьба в 5 раундах. Буквально. И там действительно, если вникнуть, видно, как Господь говорит с Моисеем, как Моисей возражает, и как Господь опровергает его возражения. И вот готовая проповедь. 5 пунктов проповеди. Вот. Господь призывает Моисея, а Моисей говорит, кто я? Чтобы говорить. А Бог говорит, я буду с тобой. Не важно, кто ты. Важно, кто я. И я буду с тобою. Моисей говорит, у меня нет вести, что сказать мне им, когда я пойду? Я говорить не умею. Господь говорит, скажи им, что сущий послал меня. Сила в имени Моем. Ты не от себя будешь говорить, а от Бога. Моисей говорит, они не поверят мне. А Бог говорит, это не важно. Что в твоей руке? Брось жезл. Он стал змеем. Помните? Он говорит, с тобой сила Господа. Они не тебе не поверят, они имеют дело со мной. Ты просто им передаешь мои слова. Моисей говорит, у меня нет красноречия, я не речисто, я говорить не могу. А Бог говорит, я буду при твоих устах. Я буду говорить. Возможности Господа важнее. Ну и потом пятый раунд, вот, когда Моисей уже был нокаутирован. Моисей говорит, пошли кого-нибудь другого. Уже все он исчерпал. Моисей все аргументы исчерпал. Уже не знал, что еще сказать Господу. Что не скажет, Господь отвечает. Вот даже говорить, все Господь сделает. Ну, я не пойду. И тогда написано, возгорелся гнев Господен. Вот до тех пор не возгорелся, потому что все, что говорил раньше Моисей, это было нормально. Нормальное человеческое оправдание. Но в данном случае Моисей уже перешел границу какую-то. Написано, возгорелся гнев Господен. И вот целая проповедь о призыве, о том, как Господь призывает на служение. И как Господь призывает на служение не самых способных. Потому что Господь дает слово и способность. И как Господь призывает не самых авторитетных, может быть. Потому что Господь дает авторитет. Господь дает силу. И авторитет и сила в Слове Божьем. И внимательное изучение текста просто готовую структуру для проповеди дает. Немножко посидели. Вот готовая проповедь, готовая структура проповеди. Или вот еще один пример я взял. Второе фессалонимпийцам 2.13.17. Я сам как-то занялся этим текстом. Посидел пару минут. Оказывается готовая проповедь. Просто над текстом посидел. Там говорится о прошлом. Что Бог сделал в прошлом? Бог избрал. И Бог призвал в прошлом. Ко спасению через Евангелие, чтобы прославить во Христе. Прошлое. Второе там написано в настоящем. В настоящем касается верующего. Что мы должны делать? Стоять в Евангелии и держаться предание. Чему мы научены словом и посланием. И там говорится о будущем. Что сделает Бог? Утешит и утвердит. И вот фактически просто изучение текста внимательного, внимательное, уже дает план проповеди. Просто посидеть немного, поразмышлять, задать вопросы. Когда это происходило? В прошлом, в настоящем, в будущем? Кто делал это? И сразу же мы видим и получаем благословение текста. То есть, если мы занимаемся текстом, текст всегда нас благословляет. Просто нам надо усердие, побольше и занятие. И когда мы будем заниматься текстом, текст нас благословит. Нам не безразлично современная церковь. Что библейский текст по своей природе богоцентричен. Что бы мы ни занимались. Бог главное действующее лицо. Проповедь наша сконцентрирована на Боге. Кто главный герой книги Ионы? Бог. Бог. Кит. Иона. Бог. Бог посылает бурный ветер. Бог посылает большую рыбу. Бог посылает маленького червячка. Бог иссушает зноем траву. Все делает Бог. Бог главное действующее лицо. Всегда нам надо помнить, когда мы проповедуем на основании Ветхого Завета, Нового, что Бог главное лицо. Библейский текст богоцентричен. Основные принципы помнить. Второе, что нам надо помнить. Что мы проповедуем спасение, добрую, благую весть. То есть библейский текст имеет историческую искупительную перспективу. Он говорит о спасении. Вся Библия написана для того, чтобы мы уверовали и имели жизнь вечную. Библия написана для того, чтобы привести человека к Богу. Для того, чтобы примирить человека с Богом. Показать ему путь спасения. Поэтому почти любую тему, какую бы мы ни взяли, мы всегда будем говорить о спасении, примирении через Иисуса Христа. Говорят об одном проповеднике, который всегда проповедовал о крещении. Какую бы тему ни взял, он всегда возвращался к крещению. И даже ему однажды поручили проповедь про Адама. Мы думали, ну что там о крещении скажешь, как Адам согрешил. И он тоже начал. Первый пункт там, Адам согрешил. Второй пункт, Адам спрятался от Бога. Третий пункт, нам нужно крещение. Все равно вставил. Но я думаю, это пример для нас, братья, что о чем бы мы ни проповедовали, мы всегда будем помнить вот об этой благодати, о спасении. Что есть люди, которые нуждаются в спасении. Мы всегда будем говорить о Боге, мы будем говорить о спасении, о чем бы мы ни проповедовали и о благословении во спасении. Вот. И третье, чтение и проповедь Библии должны быть христоцентричными. Вот в центре жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Всегда мы говорим об Иисусе Христе. Вот об этом проповедовали апостолы. О чем говорил Петр? И так твердо зная, весь дом Израилю, что Бог садил Господом и Христом с его Иисуса, которого распяли. Филипп проповедовал о Христе, об Иисусе, что он и сын Божий. Павел проповедовал о Господе Иисусе Христе. Все апостолы, поведники, все говорили об Иисусе Христе. А и нам надо проповедовать о Христе. Ветхий Завет о чем повествует? Исследуйте Писание. Вы думаете, что через них жизнь вечная, а они свидетельствуют о мне. Что такое Писание? Ветхий Завет. Писание это все, что написано раньше. О чем написано? О Христе оказывается. Какую книгу не возьми в Библии о Христе? Везде можно найти Христа. Поэтому всегда, когда мы толкуем, мы занимаемся, мы помним о том, что это о Христе. Христос главный говорит о спасении. Библия говорит о спасении, о Боге и спасении через Иисуса Христа. Всегда мы помним об этом. Всегда мы приходим в конце концов к этой идее. Мне очень нравится текст, написанный об Иоанне Крестителе. Вот не знаю, если когда-нибудь, ну, как когда-нибудь, когда-нибудь, конечно, я уйду из этой жизни, если Господь замедлит или раньше, или если Господь раньше придет, раньше к Господу уйду. Но я не против, чтобы вот на моей могиле были написаны эти же слова, которые написаны были об Иоанне. Иоанн не сотворил никакого чуда. Но все, что сказал Иоанн о нем, было истина. И многие там уверовали в него. Я думаю, для проповедника, наверное, лучшего не скажешь. Эпитафия, итог жизни. Вот пусть вы не сотворили никакого чуда. Но важно все, что сказал Иоанн о нем, было истина. И дальше еще, хорошо, если еще вот эти слова будут написаны. И многие там уверовали в него через Иоанна, благодаря Иоанну. И вот это хороший девиз, такое описание жизни, итог деятельности каждого проповедника. Проповедника, который верно преподает слово истины. Все, что сказал Иоанн о нем, было истина. И пусть Бог благословит вас проповедовать верно слово Божие, чтобы мы были верно преподающими слово истины. Хорошо, братья. Значит, сегодня мы прошли такой, сделали общий обзор введения проповеди. Я хочу напомнить, что мы введение, важность проповеди, поговорили о важности. Мы поговорили об истории проповеди и напомнили себе примеры известных проповедников, что нам будет очень полезным. Завтра мы будем уже работать над составлением плана проповеди. Вот у нас такой процесс. Мы говорили о выборе текста, мы текст выбрали. Мы говорили о работе с текстом. Это вообще отдельный курс, над этим надо намного больше работать. У вас была уже геременевтика, некоторые из вас проходили, вы знаете. Работа с текстом, работа с текстом. Потом начинается процесс вынашивания, вы начинаете думать об этом, высиживание. Я бы так сравниваю, когда курица высиживает, мы высиживаем проповедь. Инкубационный период. Он может занимать неделю, две, три. Вы думаете над этим, вы вынашиваете, вы ходите, вы делаете пометки. Вы переходите улицу и думаете об этом. Работаете, думаете, когда есть возможность об этом. Вы записываете мысли какие-то, на собрании сидите, тоже что-то вспомнили, записали. Потом вы просматриваете комментарии, справочники, словари, записываете что-то. То есть идет такой большой длительный процесс работы. И потом, когда вы все над этим поработали, и кувшин ваших мыслей показывает дно, так сказать, вы уже ничего не можете применить, тогда вы садитесь за стол и начинаете работать уже конкретно над вашим конспектом проповеди. И вот об этом мы будем говорить. То есть вы формулируете тему, вы определяете главные пункты, вы распределяете материал, вы работаете над основной частью проповеди, введение, заключение и так далее. И вот я хочу обратить особое внимание завтра на организацию материала, на то, когда вы сели, как вам организовать материал проповеди, чтобы материал был расположен ясно, четко и последовательно. Если ваша проповедь будет ясной на бумаге, в плане она будет ясной людям, которые будут вас слушать. Вот на это мы обратим особое внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok